Приветствую, друзья. Вот меня Фёдор наш Макаров попросил, он говорит, ты так хорошо рассказываешь, когда ты со своими друзьями встречался, которые летали в космос, или чемпионы мира по спорту, или какие-то известные писатели, ну расскажи о ком-нибудь. Вот я сейчас сразу вспомнил, одновременно как писателя, с Комарохов, боем живёт истребитель, и одновременно дважды герой Советского Союза, и одновременно маршал Советского Союза по авиации, и одновременно начальник Монинской академии. Ну, представьте себе человека, я его спрашиваю, а когда вы получили первый раз героя, за что? И он говорит, вот самолёт, летел мой истребитель, и сбили хвост, и вот я лечу без хвоста и падаю. Я, говорит, взял, падаю вниз, и лероны на крыльях истребителя вот так поднял, и лероны, и истребитель раз, вот так вот, и опять падаю на нос, и опять поднял, и опять, и вот так вот спустился и на нос стал. И мне дали первый раз героя Советского Союза. А я ему говорю, а скажите мне, пожалуйста, вы боялись в бою, в самолёте? Вообще война же? Он говорит, и когда он вспоминал, как он в самолёте, вдруг он там оказался мысленно, я смотрю, у него глаза такие, он заштурвал, ему глаза туда-сюда, и так быстро, такая координация хорошая. Нет, говорит, не боялся, когда знаешь хорошо машину, не боишься, он говорит. А потом, когда я читал книжку «Боем живёт истребитель», вот его книжку, я узнал, что, оказывается, его деды были скоморохи. А скоморохи, у них прекрасная координация. Они ходили, тогда же газет не было, почты не было, они были этой почтой между сёлами, новости разносили, делали всякие сальто-мортали, кульбиты, развлекали людей и новости разносили. И это был потомок скоморохов, и поэтому он не боялся летать, и был дважды героем Советского Союза, и посадил самолёт без хвоста, прямо на нос. До встречи, друзья!